Признаюсь, картинка здесь для нас, телевизионщиков, довольно привлекательна. Рядом с рухнувшим мостом военные автомобильных войск из Юргип 65 человек возводят собственные. Ну и вот результат нескольких дней работы. Практически половина уже выполнена. Половина конструкции уже практически висит над водой. Всего же общая ее протяженность 130 метров. Вегковые машины свободно, даже без напряга выдержат. Грузовики, у нее расчетная масса 40 тонн. То есть грузовики в принципе тоже сможет, но я думаю, вряд ли кто-то пускать будет по этому мосту грузовики. Ну а так, свободно танки выдерживает. Пропускная способность у него в одну сторону, то есть как уже администрация озвучила, будет реверсивное движение сначала в одну, потом в другую. Что касается истории со старым мостом, в чем-то она даже иронично. Пролет рухнул прямо во время проведения капитального ремонта. Рабочие должны были сдать его нынче в мае. Тем не менее, минусинцы уже почти год наблюдают за такой вот картиной. Приходят к этому месту, словно к достопримечательности. И очевидно все, абсолютно все ждут военных. Там вот у нас гаражи есть. Коттеджи у большинства. Не проехать тут напрямую. Километра нету, а приходится 10 километров почти объезжать. Это туда вот, считай, до дамбы. Сколько? Три километра. И там семь. Вот неудобно. Мы сейчас передвигаемся, старая часть, либо по дамбе, либо через коммунальный, да, он, по-моему, у нас мост называется, где церковь. Но там мост, он весь разбитый. Пробка. Потому что все на работу. Час пик, вот вечером. Час пик, школа. Утром, вот и вечером. Закончить возведение моста через Енисей в Минусинске военные по срокам должны 27 мая. Кстати, городская администрация обязалась благоустроить подъездные пути. Простоит военный мост минимум 5 лет. И за это время необходимо будет восстановить разрушенный. Константин Кравцов, Станислав Колченаев, Вести, Хакасия. Вот такой вот станет. Лигит. Ну, вот.